всем привет друзья мирного неба над головой с днем победы всех хочу поздравить хотелось поделиться сегодня историей о моем дедушке о моем свекре и свекрови еще я насматривала женщину меня есть где-то в роликах я рассказываю иногда о той женщине которую мы всей семьей досматривая не только я одна тут и дети тоже поработали вот ну и хотела рассказать и начинаю друзья рассказывать и у меня все заплывает как говорится переживаю вспоминаю те слова которые папа мой всегда мечтал что вот я не верю тому что погиб мой отец вот и в надежде он всегда ждал что вернется его отец он не погиб в общем я решила я решила а дочь будет рассказывать о всем этом происходящем друзья все что я хотела рассказать расскажет моя дочь 9 мая день победы победы над злом во всем мире наверное у каждой семьи есть такой герой открывший нам синее небо над головой в нашей семье такие герои живут нашем сердце и память сегодня эта история про них мой прадед василий уроженец уроженец города заста фоне хара гаульского района ушел на фронт будучи молодым парнем которого дома ждала жена и трое детей в результате ожесточенных боев под керчью спустя два года после начала войны наш дом пришла первая похоронка прабабушка от пережитого ужаса и не веря в происходящее сожгла ее эта война забрала мужа и отца и поныне наш прадед похоронен в братской могиле славном городе героя керчь мой дед григорий николаевич ушел на фронт со школы в села дадыш оспинского района будучи учителем грузинского языка волей судьбы его занесло в россию где он встретил свою будущую жену мою бабушку которая во время войны восстанавливала разрушенные железные дороги но в нашей семье есть еще один герой который стал нам членом семьи на склоне лет наша пелагея флоровна уроженка села карабулак чеченская ссср дерзкая казачка по происхождению за два года до начала войны была послана на обучение в город москва ушла на фронт молодой девушкой на фронте будучи связисткой перевозила секретную почту во время выполнения задания попала под обстрелы в лесу и ударной волной оказалась в ледяной воде после пришедшей подмоги очнулась она уже только в госпитале после сильного обморожения баба поля потеряла возможность стать матерью сорок пятом бабушка доходит до берлина эту и еще много историй они рассказывали нам каждое 9 мая каждый день их жизни помнит ту боль и тот страх победа далась нам дорогой ценой 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 жизни человеческой жизни каждый 9 мая наши деды рассказывали нам фронтовые истории но сегодня мы говорим за них и мы не хотим чтобы их подвиги были забыты на этом друзья я хочу с вами попрощаться если вам понравились эти истории ставьте лайки подписывайтесь на наш канал пишите ваших дедов истории и всем пока пока пока